Иду я такая сейчас в сторону ФМС, и, получается, это в той же стороне, где роддом, в котором я лежала и рожала своих деток. Иду, и такие воспоминания. Год назад я здесь лежала в такое же время и ходила с пузом, топала, проходила вот в это кафе за едой. Тут ресторан точнее. В магазины сюда ходила. Ну, ходила беременяшкой, а сейчас я уже мама. Блин, без слез даже невозможно вспомнить. Да. Не верится, что почти год уже прошел, что у меня теперь двое детей. Мои два любимых ангелочка, что они уже такие большие. Не верится. Этого кафе не было, оно еще не было открыто, уже, видимо, открылось. Да. Здесь у нас Дагестанский государственный университет народного хозяйства. Один из его филиалов. Вот. Шея очень болит, очень и очень болит. Шея просто продула до невозможности. Вот почему я не люблю кондиционеры, почему я против них. Потому что меня моментально продувают в области шеи. Так вот, сворачиваю налево, и потом направо. Там будет роддом, где появились на свет мои малыши. Ой, да, девочки. Я, наверное, и через 20 лет, когда буду проходить отсюда, буду вот так же со слезами вспоминать. Вот куда мне надо. МВД Россия. И вот прямо, если вы видите, вон там вот с красной крышей, это у нас роддом. Окна, я помню, смотрели наши во двор роддома, и частично я видела двор вот этого вот МВД. ОВМ, 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 да-да-да-да-да-да-да. Вот. Все, закрываюсь. Привет-привет, мои хорошие. Я все время забываю снимать вот эту рубрика, что на обед, что на ужин. Сегодня у нас это и не обед, и не ужин. Это что-то между ужином и обедом. Короче, это ранний ужин у нас. У нас манты. Готовила мама. По-моему, манты бывают сочные-сочные, вкусные-вкусные. Асланчик тоже поел манты. Да, мы кормим детей мантами. Ха-ха-ха. Мантами или мантами сейчас насчет меня переправлять, но у нас в Дагестане говорят манты. Настоящим мясом кормим. Естественно. Вот. Зехрашка особо не поела, потому что она до этого ела кашу. И вообще она девочка-девочка, вот это всякое мясо, тесто она не жует. Ей-то сейчас не надо возиться с этим. Кашку поела. А Сынуля, как настоящий мужик, съел манты. Давай, у них война за игрушки идет. Под столом очень интересно. Да? Вот, партизан тоже ползет. Где это партизан? Вон она. Партизан, где игра? Партизанка мамина. Давай, быстро, 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 быстро. Мамин партизан ползет. И что? Зухар, приготовим ему пиццу. Пиццу хочешь? Приготовь. Она ему сказала, что манты... Уже голоса хрип. Да. Не надо в рот ссувать, не надо. Да, я тебя снимаю. Он ползает у мамы на коврах, он натер ножки свои. Труженик, да, мамин? Трудяга. Выкинь правильно. Зачем? Все выкинь, да. Пытается вставать вот из такого положения. Уже сколько раз, в третьи сутки наблюдаю за ним. Серьезный парень. Он иногда ровно сеет, иногда так. Он задумчивый, он что-то думает. Думай, думай. Аслан. Я хочу вас. Что, говорит? Просто так, и от меня не беспокоит. Аслан. Второй раз на эту ловушку не попадется. Нет. Комарики укусили еще. Вчера к бабуле ходили. Вон у него прям две красные. Я не комарики, а муравьи. Муравьи, мышь? Возможно. Ну, чтобы его не укусило, комар или муравей не имеет значения. У него этот сразу волдырь красный становится он. Я уже 250 раз говорю, кожа очень чувствительная у мальчика. Давай боксером будешь боксером? Да. Дядя купил, не боксирует. Хотя бы ты давай, расти. Он пару раз про боксирует. У меня скоро все влоги будут. Одни дети. Правильно? Ага. Самые же интересные это детей смотреть. Ага, пришел. Пришел все забирать у мамы. Все отбирает у меня. Все отбирает. А что ты бабуле жалуешься? Виталия, мои дети едят кислючий лимон. И глазом не моркнули. Я в шоке. Я не смогла вот это вот даже попробовать, то, что мой сын ест. Вот она, турецкая кровь, любители лимонов. Синуля. Не надо на коленочке вставать, позировать. Не надо. Лежи, как лежала. Ты лежа тоже очень красивая у меня. Лежи. Не надо трудиться. Это вот они вроде и спать хотят. И нам мозг выносили. В конце концов мы их оставили. Когда устанут, тогда пусть ложатся. Выходили вечером на улицу. Где-то часа два посидели на улице. И вот после улицы они вот такие вот капризные. Куда ты идешь на край? Вот это укусы. Это наши мозоли. Не мозоли, а не покрасневшие. Смотрите, вот этот мой. Этот лимон тоже. Он кушает, как ничем не бывало. А она что? Она тоже ела вроде. Он ее тоже лимон забрал, да? Нет, у нее. Ты на нее не садись. Вот так. И муж всегда места мало. Не трогай, говорит меня, женщина. Мешаешь мне? Десят, мама. В другую сторону уйдет. Держи. Чем? Стена. Она маленький себе взяла. Маленькую дурку. Давай не потерять. Лишнее не нужно. Не покупайте. Сейчас мне 20 номер не будет. Он сейчас нам берет и не отправляет. Нет, он уже едет, наверное. Ты ему спроси, куда ты вышел. Итак, привет, 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 мои хорошие. Наконец-то сегодня я уведомила ОФМС о двух гражданствах, о втором гражданстве моих детей. У меня в комментариях был вопрос, не нужно ли платить штраф. Там девушка пишет, что она платила штраф за того, что на полгода опоздала, что ли. Что-то такое было. Я спросила по этому поводу. Сказали, за детей до 16 лет никакой штраф вы не платите. У взрослых же другая ситуация. После того, как вы получили гражданство любой другой страны, вот вы живете, можете хоть 10 лет жить за границей, я не знаю, ну, живете вы за границей с этим гражданством, но после того, как вы прилетели в Россию в течение месяца... А, что? Нет, вас точно не снимаю. После того, как вы прилетели в Россию в течение месяца, вы должны уведомить о втором вашем гражданстве. Эта ситуация распространяется на взрослого человека. Вот, после того, как вы прилетели в Россию, в течение месяца обязательно уведомить. Вот и все, тогда не будь штрафом. Все, закрываюсь, очень душно, бегу домой. Сейчас нужно домой быстренько-быстренько собрать себя и детей. И в бассейн. Сегодня у нас первое занятие будет, посмотрим. Дети там моей воды не боятся, но посмотрим, как они себя будут вести с чужим человеком, с инструктором. Занятия у нас частные, я выбрала именно частные, точнее, индивидуальные. Групповые не захотела. Потому что я хочу все-таки, чтобы ребенку уделяли особое внимание. Ладно, все, закрываемся. Моя принцесса плавает. Принцесса плавает. Гимнастикой. Принц тоже ждет. Ты ждешь, да, мамин? Ждешь? Ждет. Телефон не отбираем. Ну, молодец. А, нет, они привыкши. Что это, водичка? Мамин, Нази, краска. Мамин, Нази, краска. Молодец. Принцесса. 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 Еще, еще, давай. Мой мужчина маленький. Молодец, мама. У него кожа очень чувствительная. Молодец. Держись. 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 У него спина очень крепкая. Молодец. Держись. Держись. Молодец. Молодец.